В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели» в студии Ашемец Пхешков. Доброе утро. На этой неделе глава Республики Рашид Тимрезов с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписали программу развития газоснабжения и газификации Карачаева-Черкесии до 2025 года. Через пять лет газ будет подведен ко всем населенным пунктам. Программой предусмотрено строительство почти 190 километров межпоселковых и более 270 километров внутрипоселковых газопроводов. Газификация почти 9 тысяч домовладений, трех десятков промышленных предприятий и котельных. Голубое топливо подведут и к знаменитым курортам Тибердуи-Дамбай. «Газпром» значительно увеличивает инвестиции в газификацию региона, что станет серьезным подспорьем для развития ключевых отраслей экономики, сельского хозяйства, промышленности, туризма. А также продолжит реализовывать в Карачаево-Черкесии свои проекты и строить соцобъекты. В частности, Алексей Миллер сообщил, что ФОК с плавательным бассейном в Ауле Хабез планирует сдать в эксплуатацию в 2022 году. Рашид Тимрезов заверил руководство «Газпрома», что республика будет работать четко по графику и продолжит работу по повышению платежной дисциплины. Соблюдается ли мораторий правительства России на начисление пений и отключение от коммунальных услуг в период пандемии компании «Газпром Межрегионгаз Черкесск»? Кто должен следить за сроком истечения проверочного интервала газового счетчика? Потребитель или организация, отвечающая за подачу коммунальной услуги? Как из добросовестного покупателя недвижимости в одночасье можно оказаться злостным неплательщиком? На эти и другие актуальные вопросы ответила гость программы «События недели» заместитель генерального директора «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Светлана Заболотнева. Светлана Александровна, спасибо, что нашли время и пришли принять участие в нашей программе. Спасибо вам, что вы пригласили нас. Первый вопрос посвящен долгам. Насколько увеличилась сумма задолженности жителей Карачао-Черкесии в период пандемии? И увеличилась ли она вообще? Да, действительно она увеличилась, но процент увеличения составил на 2,6%. То есть это небольшой процент увеличения, но он связан с тем, что мы как раз вошли в период, когда отопительный сезон закончился, и стоимость газа, естественно, намного ниже, кто оплачивает в отсутствие приборов учета. И, соответственно, само потребление газа снизилось со стороны населения, потому что необходимость в отоплении отпала в этот период. Но самый высокий прирост, естественно, пойдет сейчас, уже когда мы вошли в новый сезон, новый отопительный сезон. И результат платежеспособности населения мы уже будем оценивать, наверное, весной следующего года. То есть вы все равно прогнозируете, что платежеспособность может снизиться? Да, мы прогнозируем, и мы закладываем этот риск при формировании каких-то своих показателей и развитии своего общества. А что значит «закладываем риск»? Можете пояснить? Это как-то положительно сказывается на население, если вы заложили риск? Нет, на население это положительно не сказывается. Платить за ресурс все равно придется, независимо от того, у кого какие возможности. Это сказывается в целом на показателях как региона, так и на показателях, которые формируют уже определенные статистические органы, которые складываются в жилищно-коммунальной сфере. Насколько коммунальщики сегодня способны доставить качественно ресурс до абонента, если долги растут? Вот о чем идет речь. Следующий вопрос касается непосредственно приборов учета газа. Если срок работы счетчика истек, что необходимо предпринять жителю Карачаево-Черкесии для того, чтобы его там не оштрафовали и не было никаких последствий? Сегодня всем уже известно, я думаю, каждый сегодня абонент знает о том, что правительством Российской Федерации приняты определенные меры, связанные в том числе именно только с пандемией, и если в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года истек срок межповерочного интервала прибора учета, то он автоматически продлевается. Но это не значит, что абонент должен сидеть спокойно и ждать, когда наступит 1 января, и думать, что он не попадет под какие-то санкции. Ему необходимо предпринять все меры, то есть обратиться к нам, написать заявление о том, что у него истек межповерочный интервал, произвести определенные мероприятия, то есть к нему выйдет контролер, снимет показания счетчика, дальше он заключит договор на установку либо на поверку этого счетчика, на установку нового, либо на поверку существующего счетчика. Ему заменят и пойдет новый отчет по новому прибору учета. И, естественно, тогда начисление платы будет по показаниям, которые он будет давать. Если он, к сожалению, пропустит этот срок, то расчет платы за газ будет согласно нормативам, что не очень благоприятно влияет в целом на оплату, которая выставляется абоненту. Светлана Александровна, я бы хотел задать такой вопрос. Нельзя ли переложить эту ответственность с населения на поставщика? То есть по поводу срока счетчика. Почему я так считаю? Потому что ведь каждый раз человек приходит, приобретая счетчик, он приходит к вам, его регистрирует, правильно? Да. Если он регистрирует, значит, у вас есть показания этого счетчика, то есть и срок службы этого счетчика. Мы для удобства абонентов обязательно указываем в левом углу квитанции, который он получает на оплату, когда истекает у него межповерочный интервал. А не могли бы вы просто непосредственно информировать, то есть завести базу данных и дать информацию жителю, что у него через месяц не стекается? База данных у нас есть, мы ее ведем. И заблаговременно, за несколько месяцев мы обязательно направляем уведомление, направляют его заказным письмом по почте о том, что вам необходимо предпринять соответствующие меры, у вас истекает межповерочный интервал. А, то есть такая работа ведется? Да, такая работа ведется, и из месяца в месяц, получая квитанцию, абонент каждый раз видит, когда у него истекает срок работы его приборов. То есть у него есть информация? Да, у него есть информация. До 1 января 2021 года постановлением правительства запрещено отключение от коммунальных услуг нашего населения. Как у вас соблюдается данный режим? Со стороны Межрегионгаз Черкесск данное требование соблюдается. Те отключения, которые были за этот период, они связаны совершенно с другими иными условиями. Допустим, отсутствие договора на техническое обслуживание внутридомого газового оборудования. И в первую очередь это связано лишь с тем, что газ является источником повышенной опасности, и, соответственно, меры защиты абонента, они должны быть соблюдены. Как самим абонентом предприняты соответствующие, так и со стороны специализированной организации должны быть проведены. И поставщику закон прямо говорит о том, что если отсутствует договор на техническое обслуживание, то поставка газа должна быть прекращена. Это небезопасно. Часто возникают вопросы, и я как тоже потребитель, когда наши карточки, скажем, вот их блокируют по решению приставов. Все здесь тем, что вынесено постановление судебное о том, что вот есть задолженность, и эту карточку блокируют. И мы не можем воспользоваться теми средствами, которые на ней лежат. Вот, зачастую бывает, что, ну, мы так думаем, что это необоснованно. Почему? Потому что платеж прошел, но до вас, может быть, информация дошла позже. Но в итоге получается, что я не могу воспользоваться этой карточкой. Есть такие случаи у вас? Да, такие случаи есть. И как вопрос решается? Если абонент, имея задолженность, имея судебный акт, который вступил уже в силу, допустим, оплатил, но по ряду каких-то причин судебные приставы еще об этом не узнали, естественно, мы отзываем исполнительное производство и либо возвращаем абоненту по его заявлению переплаченные средства, либо, может быть, в счет будущей оплаты на выбор абонента. Но у нас очень много случаев, когда блокируются счета или снимаются деньги со счета абонента, который уже давно не является собственником, но, к сожалению, информация эта нам неизвестна. То есть, допустим, он продал свою квартиру, новый собственник не исполнил свои обязательства, не пришел, не переоформил, не оплачивает. Естественно, мы обращаемся в суд, получаем судебное решение и пытаемся взыскать эти деньги. Судебные приставы разыскивают, взыскивают у порядочного абонента, если так можно назвать. И тут выясняется, что действительно она необоснованно взыскана, и порой это вина нового собственника. А, возможно, бывают такие случаи, когда, например, новый собственник не обладает информацией по задолженности, например, в данном случае по газу. Он приобретает жилье, но не знает, что есть задолженность. Бывают такие случаи? Да, бывают такие случаи. Ну, это риски продавца и покупателя, в первую очередь. Насколько я знаю, по крайней мере, раньше было так, что при задолженности невозможно продать квартиру. Сегодня законодательство не имеет такого запрета для того, чтобы... Раньше, да, действительно было такое, что зарегистрировать право собственности невозможно было при наличии определенной задолженности. Сегодня этого нет. Поэтому, еще раз повторюсь, это риски продавца и покупателя. И еще один момент. При переоформлении вы сказали о том, что они должны переходить и регистрироваться по новой. То есть новый собственник должен к вам прийти и зарегистрировать, что он является собственником. Это не нами придумано. Это правила поставки газа, которые обязывают абонента в течение пяти дней сообщить поставщику об изменениях, которые у него произошли. В том числе и о смене собственника. В продолжении вопроса, опять-таки, возникают моменты, когда вот так говорят, население так говорит о том, что не могут к вам прийти и вовремя, например, оплатить какие-то свои платежи. Такие ситуации тоже есть. Как вы в данном случае можете прокомментировать? В данном случае, чтобы улучшить, скажем так, положение абонента, многие люди работают. Естественно, рабочие часы их совпадают с нашими рабочими часами. И не всегда они могут попасть в офисы Межрегионгаза. Мы приняли такое решение, но, в принципе, давно уже его реализовываем. Каждые последние две субботы каждого месяца у нас рабочие дни, полные рабочие дни. Работают кассы, работают абонентские участки. И можно прийти и как провести сверку по своему лицевому счету, так же и оплатить. И так же переоформить какую-либо информацию о своем домовладении. В условиях сегодняшних реалий, когда ковид наступает, работа вашей организации, она как выстроена? Если мы говорим о мерах, которые мы принимаем, то у нас в обязательном порядке прием граждан ведется как нашими кассирами в масках. У нас есть определенное защитное, скажем так, стекло, если так, как сейчас вот называют, да? Или какая-либо пленка, которая защищает, перегородка, скажем так, прозрачная. Которая защищает как абонента, так и кассира, принимающего документы, либо деньги. Обязательное условие, что абонент должен быть в маске. И у нас в помещениях работают дополнительно еще наши сотрудники, которые следят за тем, чтобы была дистанция между абонентами, которые посещают офис. То есть человек может не беспокоиться? Да, у нас при входе стоят точно так же средства для обработки рук. Каждый час происходит дезинфекция помещения специалистами нашими, вплоть до протирания всех ручек дверей, стоек. Не говоря уже о том, что протираются обычно полы и двери. Ну и крайний вопрос, если позволите, я его задам. Бывают такие случаи, когда собственник помещения, потребитель газа, он вынужден или просто уезжает за пределы региона и не пользуется ни газовым оборудованием, ни газом. Чтобы сократить платежи по газу, что ему необходимо сделать и возможно ли это сделать? Да, это возможно. И даже это, наверное, определенная обязанность абонента, которая лежит опять в основе правил поставки газа и правил поставки в целом коммунальных услуг. О том, что в случае, если абонент знает, что он вынужден выехать, он заблаговременно обязан написать заявление. Закон допускает неначисление коммунальной услуги, в случае, если он пришел, добровольно написал, сообщил причину своего выезда, как минимум на полгода. В очень много случаях, когда люди находятся, допустим, в больнице длительное время, естественно, они не могут заранее прийти и сказать об этом. При выписке в течение 30 дней такой абонент обязан прийти, написать заявление на перерасчет, предоставить соответствующие документы, и ему за все время отсутствия будет произведен перерасчет. Но здесь нужно обязательно соблюдать одно правило. Он не может прийти через полгода и сказать, сделайте мне перерасчет. То есть это все должно быть своевременно. Вот здесь у меня возникает один вопрос. Получается, вот если я собственник помещения, оно у меня отапливается с помощью газа природного. Я когда выезжаю из него, еду в другой субъект на проживание на определенный период времени, я этот газ отключаю. Вы можете отключить? Да, отключаю, и я, в принципе, не плачу тогда за эту услугу. О каких тогда платах идет речь в данной ситуации? Если у нас идет учет коммунального ресурса по прибору учета, то даже при вашем временном отсутствии вы должны побеспокоиться, написать заявление о том, что вы выезжаете. Контролер придет, снимет показания прибора учета, зафиксирует их, что на время вашего выезда они были вот такого параметра. Далее, когда вы вернетесь, вы придете, контролер придет, посмотрит, снимет показания прибора учета. Действительно, они не изменились, и вам не будет начислено за газ. Но у нас большая часть абонентов, в основном, это многоквартирные дома. Там у нас нет приборов учета, и, соответственно, при выезде там, где у нас оплачивается за газ, необходимо сообщить заранее, либо непосредственно сразу по возвращению из долгой приездки. То есть в любом случае к вам необходимо обращаться и уведомлять? Это, в первую очередь, в интересах самого абонента и во избежание каких-либо конфликтных ситуаций или спорных ситуаций. Вот еще один момент. Я не знаю, непосредственно к вам он относится или нет, но вы сейчас говорите о многоквартирных домах. Насколько возможно в многоквартирном доме сделать индивидуальное отопление с помощью газового оборудования современного? Это ваша компетенция или это все-таки к вам не относится? Это не относится именно к поставщику газа. Это относится больше к вопросу, у нас на территории есть АО «Газпром» газораспределения «Черкеск». Это техническая часть. Это вопрос, который должен быть согласован не только с газовой службой. Это вопрос, который должен быть согласован как минимум с органами самоуправления. Ну и, соответственно, дальше это теплоснабжающая организация. Такое возможно, но, насколько я знаю, это возможно при том, если у вас есть определенные условия. То есть, если конструкция вашего дома или вашей квартиры позволяет сделать такое переоборудование. Спасибо за интересную беседу. Я думаю, нашим зрителям будет интересно послушать. Вам спасибо. Мадина Каракетова. То, что в аптеках Карачаево-Черкесии существует проблема с дефицитом лекарств, предназначенных для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, не секрет. Поиски тех или иных лекарственных препаратов самими гражданами очень активно ведутся и через социальные сети, и через WhatsApp-группы. Мы это все с вами видим. Мы сами в этом участвуем, как общественники. В этом участвуют благотворительные фонды. Проблема не в том, что здесь кто-то скрывает в аптеках препараты под прилавком. Знаете, проблема в том, что их невозможно достать на фармрынке. Многих наименований просто нет. И одним из основных вопросов, который обсудили участники заседания Народного фронта, стал вопрос об обеспечении бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Как известно, на эти цели из Резервного фонда правительства России регионам, в том числе и Карачаево-Черкесии, выделены необходимые средства. По словам заместителя министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Динары Камурзаева, в Минздрав России заявка о потребности в лекарственных препаратах была подана с учетом эпидситуации в республике. Законтрактованы в настоящее время все категории препаратов, которые прописаны в методических рекомендациях для оказания помощи данному сегменту. В ближайшие дни планируется поставка этих препаратов. К большому сожалению, из-за массовой заболеваемости имеет место проблема дефектуры, так как вся страна нуждается в лекарствах. У нас ограничено количество заводов по производству медикаментов, но, к счастью, мы успели зарезервировать необходимое в условиях соглашения количество препаратов, и по мере поступления мы уже будем выдавать их на амбулаторном приеме. Медицинская помощь амбулаторным больным COVID-19 будет оказываться на дому. Выезжают специалисты на дом, оценивают состояние, берется исследование, ПЦР-исследование на выявление. Если в данный момент пациент имеет легкую или среднюю тяжесть, не требующую каких-то дополнительных вмешательств, ему тут же выдаются лекарственные средства, и дальше в дистанционном режиме пациент наблюдается. В случае необходимости добавления лекарственных препаратов по мере присоединения каких-либо других симптомов, связанных непосредственно с коронавирусом, препараты будут дополнительно поставляться конкретному лицу, нуждающемуся в нем. Это касается непосредственно препаратов, направленных на лечение коронавирусной инфекции, а не хронических заболеваний. Участники заседания также обсудили ситуацию с дефицитом лекарств и причиной повышения цен на них. Представитель антимонопольной службы ИНУС Матакаев предложил гражданам обращаться к ним в случаях, когда они заметят в тех или иных аптеках необоснованное, на их взгляд, завышение цены, заверил, что каждый случай будет тщательно рассмотрены и приняты меры, особенно если это касается препаратов, внесенных в категорию жизненно важных. Решение этих вопросов, к сожалению, не на уровне республики. Мы наверняка сегодня выработаем предложения, которые будут направлены на федеральный уровень, потому что там необходимо принимать меры, дополнительное государственное регулирование данного рынка, иначе мы не сможем вытянуть эту ситуацию до конца, только своими, так сказать, мерами, которые мы можем принять здесь. Музина Каракетова, Рашид Туков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сердце – это главный орган у человека. Она может все – плакать, смеяться, переживать и надеяться. И порой именно плохие эмоции выводят его из строя. А как сердечно-сосудистая система справляется с новой коронавирусной инфекцией? Какое оказывает влияние и как отличить COVID-19 от сердечного приступа? Ответ на эти и другие вопросы узнавала Альбина Ламкова. Несмотря на пандемию COVID-19, основной причиной смерти во всем мире по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания. Более того, известно, что наличие этой болезни в среднем в 2-3 раза повышает риск неблагоприятного исхода при коронавирусной инфекции. Поэтому позаботиться о своем сердце каждому из нас сегодня необходимо еще больше. А как это сделать, мы узнаем здесь, у врача-кардиолога. Весь мир захвачен пандемией. Но медики не забывают об основных своих пациентах с хроническими болезнями. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они в группе риска. Валентине Зубковой 73 года. В ее окружении много знакомых с различными патологиями сердца, которым нужна помощь и внимание. При том, что отличить коронавирусный приступ от стенокардии или инфаркта достаточно сложно. Симптомы схожи. В обоих случаях беспокоят боль за грудиной, учащенное сердцебиение. Здесь не надо гадать. Только врач сможет определить точный диагноз. Не нужно ждать и терпеть болевой синдром. Нужно прежде всего вызвать скорую помощь, чтобы сняли кардиограмму и в случае необходимости оказали первую помощь. Это что госпитализация и медикаментозное лечение. Но если случилось, что у человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями все же обнаружили коронавирус. Дальнейшее развитие болезни будет напрямую зависеть от площади омертвения ткани органа. Итог инфаркта – сердечная недостаточность разной степени тяжести, говорит врач. В настоящее время отработаны разные схемы лечения. Самое главное – учитывать взаимодействие между лекарственными препаратами. Практически все противовирусные лекарства обладают кардиотоксичным действием, отметила Гаара Михайловна. «Гидроксихлорохин и азитромицин. Очень часто мы сталкиваемся в назначениях. Это тоже приводит к развитию аритмии. Поэтому огромная просьба к пациентам, к врачам, коллегам, докторам, ко всем медикам – рациональное назначение медикаментозного лечения». Правильная схема лечения с учетом сопутствующих заболеваний – залог успеха и победы над коронавирусной инфекцией. Но самое верное – это соблюдение всех норм и правил СанПИНА, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19, отметила врач. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Изготавливаем ворота, навесы, перила, металлические и кованые двери. Выезд, замер и установка бесплатна. Телефон 8-928-787-03-81. Инстаграм «Ворота», нижнее подчеркивание «Умар». В меховом магазине фабрики «Аделина» – «Черная пятница». Все цены пополам. Только с 21 по 29 ноября. Пятигорск, Широкая, 117. Биберленд. Миру сыр. Ищешь стабильную работу? Военная служба по контракту. Твой выбор. Достойное денежное довольствие. Обеспечение вещевым и продовольственным имуществом. Полный социальный пакет. Возможность получить жилье. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту. Доброе утро, сынок. Ты не забыл зубы почистить? Не забыл, что сегодня на тренировку. Так где моя спортивная сумка? А кровать заправил? И не забудь, пожалуйста. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Уважаемые взрослые, а вы чего не были? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вот и нагрянул бум рождаемости после карантина. Таких цифр Черкесск не видел уже 33 года. Более двух тысяч младенцев появились на свет в этом году в республиканской столице. Но особые регистрационные номера свидетельства о рождении достались только двум малышкам. Ясмине Гидеевой и Олесе Гущиной. Одной посчастливилось родиться по счёту двухтысячной, а у другой символичный номер 2020. За эти годы мы наконец-то превысили это количество. Конечно, рождаемость у нас повысилась, мы работаем, мы радуемся. А рождаемость будет в среднем примерно? Ну, полторы тысячи, 1600. Вот такие цифры у нас были. Больше мальчика или больше девочек? Ну, вы знаете, я не могу вам так вот сразу сказать. 50 на 50, я думаю. Официальное поздравление новоиспечённые родители получили от руководства ЗАГСа Карачаева-Черкесии и регионального отделения партии «Единая Россия». Кстати, одним из презентов от единороссов стал символичный плюшевый белый медведь. Вашим лицам хочу поздравить и поблагодарить всех родителей и до 2000-го ребенка, и до 2020-го. Хочу пожелать нам всем, чтобы детей в нашей республике рождалось как можно больше, чтобы они рождались здоровыми, красивыми, и чтобы у нас у всех была возможность всегда найти те слова, те возможности, чтобы поддержать и родителей, и детей, чтобы дать им достойное обучение. Вообще как-то и не ожидали, если честно, что так вот так всё будет. Ну да, что так будет. Мы думали, просто как обычно придёмся, здесь это рождение получит. Ну да, так и бывает. А так первый раз попались на вот это мероприятие. Девочка с характером похожа на этот год. Девочка нет. Ну да, она с характером. Спокойная, тихая. Постоянно спит. Мы её не видим, не слышим. Ну, у неё сейчас период такой, постоянно спать. А сейчас ещё она как начнёт подрастать. Специалисты ЗАГСа надеются, что этот положительный тренд бэйби-бума, непредсказуемого, сложного во многих планах 2020 года, удастся удержать. И планка в 2000 поднимется ещё выше. Фатима Дорова, Рашид Тока, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске наградили победителей диктанта победы. Это одна из самых масштабных акций, которую Единая Россия провела в год памяти и славы. В диктанте приняли участие более полутора миллионов человек по всему миру. В Карачаево-Черкесии диктант победы написали более двух с половиной тысяч человек. Он прошёл на базе учебных заведений во всех городах и районах республики. Свои знания о событиях Великой Отечественной войны проверили депутаты всех уровней, члены правительства Карачаева-Черкесии, главы администрации городов и районов, студенты, школьники, жители республики. Участники ответили на 25 вопросов теста, 5 из которых на региональную тематику. Они касались не только истории, но и искусства, и культуры периода Великой Отечественной войны. По итогам, пятеро жителей Карачаева-Черкесии стали региональными победителями. Участники, набравшие максимальное количество баллов, получили дипломы и памятные подарки. У нас в этом году диктант проходил в особых условиях. Это тоже наложило свой отпечаток. Но мы с этой задачей справились. Максимальное количество людей, заинтересованных и желающих принять участие, приняли в этом диктанте участие. И хочу сказать, что Карачаева-Черкесия и в прошлом году мы заняли третье место по количеству правильных ответов по всей стране. И в этом году Карачаева-Черкесская республика выступила достойно. Такие мероприятия, конечно же, должны проходить чаще. Они доказывают нам и показывают, чего мы достигли. И, конечно же, мы готовились. И, к счастью, мы достигли таких результатов. Архиз вошел в пятерку лучших курортов для оздоровительного отдыха на Новый год. Самые популярные курорты России у туристов для оздоровительного отдыха в новогодние праздники выяснил российский сервис бронирования жилья для отдыха Твилл.ру. Возглавил список курортов Пятигорску, Кисловодска – второе место. Далее в ТОП-5 вошли Тюмень, Железноводск в Ставропольском крае и Архиз. Все они, по мнению респондентов, самые лучшие курорты на новогодние праздники. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и болейте. Редактор субтитров А.Семкин